Путешествуйте с Альфа-банком. Выбирайте, куда лететь в сервисе Альфа Тревел и получайте супер кэшбэк на авиабилеты до 30%. Покупайте с выгодой в приложении банка или на сайте Альфа Тревел. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Пожалуйста, покупайте в Альфа-банке. Загорали. Слушайте, ну потрясающе, аж палатка у нас стоит, холодильник с собой. Я вообще не понимаю, что тут. Ну что же, мы отправляемся в новое путешествие, а для нового путешествия нам нужна очень важная вещь, которая капец как попросит наше путешествие, наши стоянки дикарями. Сейчас я быстренько получу и чуть позже вам все покажу. Я все получил. Ребятки, пока мы едем, самое время в комментариях угадать, что же это такое. Блин, мы, конечно, люто забиты. У нас уже, ой, это не надо было открывать, холодильник тоже забит. Унитаз такой не заправленный, это я купил. Вон вся банда в сборе. Мирошка говорит, блин, давайте еще и велосипед с собой. Я говорю, ну ладно, все, бросайте сюда, упаковывайте. Рюкзаки еще с одеждой. Да-да, Мирошка, я вижу, давай. Сейчас как-нибудь его затарим. Сразу хочется вам показать объем забитости у нас. Посмотрите, просто машина битком. Это про то, что, например, вот Discovery для нас очень маленький. Мы когда-то планировали покупать такую машину для путешествий, в итоге сейчас я точно понимаю, что нет, ничего мультивена лучше вот еще пока не придумали. Даже по вместимости. Просто вот это вот у нас, то, что вот здесь в багажнике забито, у нас разбросано по всему салону и вообще ничего не ощущается. Мы там всегда в просторе. Ладно, все, едем. Ехали мы, ехали и что-то как-то мы приехали. Перед Серпуховым. Все красным-красно. Вроде время-то полдвенадцатого специально так рано выезжали, а вот в итоге что-то там случилось, что ли. Там, походу, дорожные работы, судя по знаку. На мосту где-нибудь там. Ну, нам ехать буквально 20 километров, но из-за этой пробки нам ехать еще долго. В принципе, как я и говорил, перед постом ДПС здесь что-то вот сужение, ремонт. Вот она красавица Ака. Мы, между прочим, вообще впервые едем отдыхать на Аку вот так вот с палаточкой, дикарями. От чего ушли, к тому сейчас пришли. Кто давно нас смотрит, знает, что начинали мы с палаточкой на Вольвиксе 90-й. С палаточкой гоняли по Крыму, помню, два месяца. Классные сезоны были. Выросли до мультивена. В итоге сейчас он у нас в ремонте, поэтому мы иногда скорее тоже с палаточкой. Все, мы свернули с трассы, впереди у нас населенный пункт Пущино, и где-то за ним будем уже искать стоянку. Там плюс-минус прикольные места, я очень надеюсь. Есть теневые, но будем сейчас искать. Нам осталось 2 километра до точки, где мы хотим остановиться. Вон с катерами едут красавцы. Настенка говорит, Славян говорит, нам надо сезон как-нибудь сделать по речкам России на сезон, купить какой-то катер и с палаткой по рекам. Прикиньте, как круто было вы. Но это не точно. Асфальт закончился. Наконец-то дискарь едет по дорогам. Для чего он рожден? Держитесь, парни! Здесь вот если убрать ветки, можно в принципе заехать. Но берег вот там, короче, глинистая такая поверхность, что сейчас дети все уделывают. Ну и в воду, конечно, хрен зайдешь. Хотя полянка так-то ничего. В общем, не понравилось нам это местечко. Едем... Мне понравилось, как-то завтра? Да, оно там просто так забито там уже людьми и как-то Нева будет так стоять. Поэтому едем дальше. Доехали еще до одного места. Смотрите, есть песочек. Тем не менее, вот у нас есть вот такой вот мыс. Жарко, сейчас поменьше. В общем, решили здесь. Все, как говорится, решено. Те, где стол? Ту? Так, начинаем обустройство лаги. Тем, отпусти, пожалуйста. Фикс. Давай будем строить полношку. О, Мирошка здесь может поездить по горным массивам. Сейчас разложимся, сразу пообедаем. У нас на обеду, дай гей, вот вкуснейший штуковин. Реально вкусный, 130 рублей стоит. Только смотри, чтобы реку не упала, а потом потом не достанем. Биуч с собой, холодильник с собой. И вот теперь, вы же помните посылку, которую я вот получал перед этой поездкой? Сейчас мы ее распакуем, покажу это чудо-изобретение. И насколько она упростит наше путешествие. Ну и, конечно, ваше, у кого тоже такая будет штука. Ребята, это та самая коробка, которая очень упростит наше путешествие. Давайте скорее ее вскроем, чтобы у нас холодильник не терял температуру. Фикс. И почему именно такая? Она складная. Посмотрите, какая она компактная. Может поместиться в любую машину. И она делает из автомобиля целую электростанцию. Понятное дело, что, например, на джип вы не присандалите такие обычные солнечные панели. Даже на свой бус мы не будем это делать. Это некрасиво, это неудобно. Плюс нужно постоянно искать солнце. Вот мы сейчас припарковались. Вот тенек, солнца нету, да? А эту панель можно поставить вообще куда угодно и запитаться проводами. Сейчас все продемонстрирую. Поэтому именно нужна нам была складная. Она на 200 ватт. То есть она нас полностью обеспечит вообще безлимитно. Пару слов про качество. На самом деле качество здесь просто вау. Даже сами вот эти кнопки, посмотрите, сделаны вот так вот. И отключаются. Ну, не классические, да, вот эти зажимы. Разворачивается. Вот, пожалуйста. И устанавливается на вот эти ноги. Соответственно, вот так это выглядит. У нас здесь есть защитная пленка. Ее нужно, естественно, сейчас будет снять. Такую она длину. Понятное дело, что ее даже можно на крышу машины поставить. Но это не нужно, потому что длинный провод. Любое место, где светит солнце. Посмотрим, как сейчас она будет работать. Это вообще первый наш тест. Теперь про кармашек, да, в котором содержится все самое нужное и просто обалденное. Смотрите, в данном кармане находится контроллер. То есть мы не просто купили солнечную панель. В комплекте уже есть контроллер, где есть выбор аккумулятора, AMG, литий и так далее. Да, четыре вида. Можно выбрать, какой конкретно стоит у нас. И этот контроллер подключается напрямую вот такими крокодилами к аккумулятору. Тем самым делает из нашего автомобиля станцию. Также здесь же в комплекте есть вот такой переходник, пожалуйста, на прикуриватель и на два USB. Еще в комплекте есть сам прикурив. И, конечно же, инструкции. И вот в таких местах, когда оказываешься дикарем, холодильник у нас всегда с собой. От машины, понятно, его можно запитывать. Но когда ты запитаешься от солнечной панели и все оборудование питается от солнечной панели, это супер на самом деле. Простоять можно сколько угодно, но главное, чтобы было солнце. Хотя я знаю, что солнечные панели, даже если в теньке их установить, они все равно берут на себя лучи. Открываем попот. Крокодилы пристегиваем клеммом. Плюс, минус. И пойдемте смотреть. Вот, пожалуйста, у нас загорелось. 12,6 сейчас выдает. Так, надо выбрать, какой у нас тут стоит. Смотрите, все у нас здесь, значит, подключено. Так, здесь все горит. Обращу внимание, что солнышко-то попадает не... Вау, прям как сильно. Плюс еще вот эта вот защитная пленка. Надо ее, кстати, тоже убрать просто. Давай, Тём, убирай. Ну, а мы пойдемте пока посмотрим, как там холодильник. И холодильник, соответственно, вот, пожалуйста, включен. Ну, это потрясающе. Вот в таком режиме, получается, в машину можно подключать все, что угодно. Идет зарядка от солнечной панели. Пожалуйста. И аккумулятор у вас не сядет. И, кстати, да, еще как самый кайф, да, этой солнечной панели, как дополнительная такая функция. Например, вы не пользовались солнечной панели. Просто напрямую от аккумулятора все питали. У вас, бац, например, сел аккумулятор, вы не можете завестись. Просто подключили солнечную панель. Она зарядила ваш аккумулятор. Заводите и идите дальше. Слушайте, ну, потрясающая штука. Я в описании оставлю сайт Ice Cube. Заходите, выбирайте. У них есть на 100 ватт, на 200 ватт, на 300 ватт. И помимо панели там еще очень классное оборудование для вот таких вот выездов, для кемпингов. Вот. Ну и все. Мы будем дальше раскладывать лагерь. И еще пару слов, ребятки, про панель. Значит, она работает исключительно в связке с аккумулятором. То есть, по сути, ее можно подключать просто к аккумулятору, который стоит под капотом. Либо же докупить себе второй, как хотим сделать мы. Поставить его под сидушку, ну, так как в Калифорнии, да, сделано. И уже оттуда протягиваться. То есть, этот аккумулятор будет полностью на все питание в машине. То есть, на все вот эти приборы, которые мы заряжаем. Который будет заряжаться от панели. Здесь про контроллер я вам уже говорил. Он очень умный. Он сам знает, насколько заряжать ваш аккумулятор. Какой ток туда подавать. То есть, он никак не испортит ваш аккумулятор. В общем, из автомобиля можно сделать не только электростанцию, а еще и умную, на самом деле. Начинаем установку лагеря. Давайте быстро начнем с самого важного. Это, конечно, с туалета. Значит, под туалет вот такая специальная палатка. Давай, Темка, открывай. Так, давай, я ее буду. Давай. Держите, раскладывайте, пожалуйста, стол. Здесь нам нужно отстегнуть. Ого. Ну, здесь дальше все максимально просто. Вот так вот. Втыкаем колышек. Один. Второй. Так. Третий. Попал в корень. Так, ну и ставим сюда наш биотуалет. Мы используем Тетфорд. Он сейчас абсолютно пустой. Сюда нужно будет вверх набрать воду и вниз набрать специальное средство. У нас сейчас есть вот такой вот. Давайте сейчас быстро заправим. Здесь, видите, вот так вот он отстегивается. Вытаскивается. Все, ее можно оставить и здесь. Так, и добавляем просто сюда воды. Ну, верхний бачок, соответственно, тоже воды. Туалет обустроили. Теперь будем обустраивать сидячие места. Мы, на самом деле, являемся такими некими амбассадорами наших друзей магазина Родлайк. У нас вот есть стулья. Совсем недавно они у нас появились. Зеленый, синий. Любимые цвета пацанов. Это им стулья. Поэтому давайте, парни, раскладывайте. Спасибо, Родлайк. Давайте, давайте. Так, дальше. Это относится все, что к сидячим местам. Сейчас будем раскладывать. Далее у нас, значит, где мы будем спать. Пожалуйста. Также палатка Родлайк. Мы ее заказали, потому что это палатка, которая за 2 секунды раскладывается. И, ну, примерно так же складывается. Но, кто не умеет складывать, это, конечно, задача не из простых. Так, Настенка, что ты стоишь просто так? Я хочу сказать, что она палатка, потому что на обед надо спать. Ложить столик куда-то поставить. Да. Ну, вот, по сути, палатка у нас стоит. Как мы ее выбирали, тоже рассказывали, конечно, подробно в выпуске. Нам было важно эта скорость. Быстро приехал. Вот так ее вверх, грубо говоря, подбросил. У тебя один выход с москитной сеткой. С этой стороны у нас также окошко с москитной сеткой. Здесь вход, да, с москитной сеткой. И вот здесь также есть углы. Видите, также есть вентиляция. Это, конечно, очень здорово. И она достаточно просторная. Мы не здоровые, не высокие. Нам там поместиться раз-два. Парни вам собирают стулья. В нее мы поставим сначала вот этот коврик, постелим. А потом будем стелить наш вот такой вот матрас. Мы его специально купили для машины. Но учитывая, что пока без машины, пусть будет в палатке у нас. Подключаем газовую плитку. Я думала, кастрюльку нет. А нам что чайник-то маленький такой, на 5 кастрюля? Ну, кастрюльку хорошо. А посудку в таких вот чехольчиках мы также используем от родлайка. Пожалуйста. Здесь в данном комплекте кастрюлька, чайничек и сковородка. У нас еще в машине еще один набор более такой большой. Пока нам хватит этого. У нас есть вот такая вот складная канистра. Ну-ка, сейчас она открывает крышку. Крантик точнее. Вот я подпишу икс. Вот. И все, вода набирается. Вечером мы будем делать сосиски. Мангал, кстати, у нас тоже от родлайка. Куда-нибудь сюда его поставим. Конечно, очень прикольно. Это как не мангал, это больше как гриль, наверное. Ну, здесь все понятно. Сюда уголь, сюда сосиски. По туалету, да, недопоказал. Здесь бачок сверху 20 литров и снизу 20 литров. Дальше шик сходил. Вот так вот качнул. Сейчас он накачает. Вот, видите. И непосредственно сам слив. Короче, ребят, путешествуйте. Штука обязательно вообще путешествует. Туалет особенно для женского пола. Это прям штука классная. Водичка греется. Газ идет. Красота. Такая у нас, видите, кухонная зона. Обожал Volvo XC90 вот за вот эту штуку. И у Discovery есть вот эта вот полочка. Это прям тоже класс. Мои вот уже готовят обед, да? Дети очень просили. Да, детвора. Мы поедем. Мама, только мама на меня же пришла. Мы когда ездили в Казань, выпуск посмотрите. Мы как раз брали вот такие вот штуки. Оказались настолько вкусные, что вот решили сюда тоже взять. Все, осталось только здесь. постелить. Ну, сами посмотрите. Здесь достаточно обширная комната. Мама, мне даже не хватит. Все. Ну, что, как, парни? Я бы каждый день ела. Я бы тоже. Еда богов, да? Да, говорят тайцы-китайцы и иодиаты. Еда богов. А я пойду это, палатку все-таки прикреплю. Это последняя штука, которая будет относиться к нашей мангальной зоне, по сути. А, ну еще газовая горелочка. Ну, а теперь дело за чайничком. Надо, кстати, все-таки было взять нам второй набор посуды. Он побольше. И кастрюльки там побольше. Это вот трудлайковские, которые, да, показывали. Потому что нам одной кастрюльки, вот этой, например, даже заварить всем вот этот дошик не хватает. На два раза получается. На большую семью нужен большой набор. Ну, у нас он есть, просто, говорю, я его что-то не стал брать. Ну, ладно. Да, у нас два набора, потому что и вторую плитку надо было взять, чтобы можно было и чайник сразу поставить. Ну, а в следующий раз возьмем, когда уже на своей поедем. Здесь уже у нас просто ничего не вмещается. Да. На нашу большую семью. Кстати, еще, ребята, очень актуальная тема дикого отдыха. Убирайте за собой мусор. И еще лучше убирать за другими свинюшками. Вот в данном случае у нас тут плюс-минус все чистенько. Вот. Вон только банка пива какая-то валяется. Тоже сейчас поднимем. Еще хочется показать вот такую штуку. Тоже приобретали, мы показывали. Вот такое вот складное ведро. Тоже очень удобно. Место вообще не занимает. Сколько здесь? Пять литров получается в этом маленьком ведерке. После вкусного обеда отправляем на стенку стелить нам перину. Да? Палатка на самом деле вообще... Что это вот такое? Рыба! Это рыба! Огромнейшая. Наш матрас, видите, он не сюда, сюда не доходит. Видите? По идее, сюда вот полукруглый такой взять под эту палатку. Здесь место просто огонь. Все, всем в кайф. Мирошка! Да, укусил момент с грязными ногами, в палатку полетел. Ой, да. Ну, собственно, друзья, хорошего нам отдыха и вам желаю. Давайте. Достал комп, буду садиться работать. И еще покажу вам от Рудлайка. У нас есть, значит, вот такой коврик. Вы уже как-то показывали в выпуске. Идеальная такая штука перед машиной стелить, либо перед палаткой. Здесь он такой мягкий, знаете, как это одеяло. А с этой стороны вот такое вот покрытие, собственно, не пропустит влагу, что очень удобно. И если испачкается с той стороны, ничего страшного, легко это дело все почистится. Ну, вот, собственно, вот такая красота получается. Но здесь места у нас не получается поставить прям палатку. Если бы здесь было по суше, было бы идеально, мы бы коврик бы пододвинули. А знаете, в чем еще заключается самый вот прям кайф? Это в том, что, например, вот стульчики, Рудлайк, палаточка, вот этот коврик, мангальчик и еще куча-куча-куча всего. Все, что есть у них на сайте, вы можете приобрести со скидкой 30%. Не 30, друзья мои, 35. У меня есть промокод, вы его здесь видите. В описании будет ссылка на сайт Рудлайк. Переходите, не забывайте про промокод и заказывайте. Но этот промокод сейчас будет действовать только до конца июля. Не упускайте свой шанс, ссылка там. И, ребятки, путешествуйте. Мы тут кое-что вычитали и нашли здесь одно место. Недалеко отсюда находится, по пути домой. Мы завтра проснемся, туда заедем. Называется, как они называются? Называются они Серпуховские Мальдивы. Туда завезли белоснежный песочек, сделали пляж там, все купаются. В общем, хотим завтра с утра туда загонять. После того, как соберем весь лагерь, потому что здесь покупаться можно. Надо было брать с собой собор, заплывать. Потому что здесь непонятно, какое дно, непонятно, что за заход. Вот здесь, конечно, строится какая-то база. Вот есть пляжик. Я так понял, что здесь отсыпают галькой и будет какой-то масштабный проект. Но мы-то хотим тоже покупаться. Тенек спасает. Были бы мы сейчас прямо на солнце, то, конечно, было бы печально. На истории мы бы все спарились и полезли бы как есть в воду. Но дождемся завтрашнего утра. Здесь по обстановке, пока, кстати, очень спокойно. Мы одни, здесь одни пришли, что-то сходили туда. Вторые пришли, сходили в тот край, посмотрели. Машина подъехала. И еще там пара ребят приходила, посмотрела. Вот. И все. Я очень надеюсь, что никого не будет ночью. Тусовок никаких не будет, учитывая, что сегодня пятница. Вот. И мы в тишине поспим, выспимся. Сегодня будет прекрасная ночь. Я очень на это надеюсь. Ну, кто чем занимается, а дети вот вырубают крапиву. Я помню, в детстве мы тоже так делали. Палки брали и... По этим кустам. Вот еще один. И вон самый главный. Мирошка. Пойдемте, я вам, кстати, там берег покажу. Там типа а-ля река, но это не река, просто туда заливчик. Да, Мирошка? Здесь вот рыба плещется. Посмотрите, периодически выскакивает какая-то громедная рыба. Мне кажется, какая-то щука, наверное. И начинает поедать всю вот эту мелюзгу. Прямо такой пшик, как будто кто-то бомбочкой нырнул. О, видели? Вот так вот. Жаль, что мы с собой ничего не взяли. Так, ну ладно. Мы, как говорится, на разведку первый раз. Впервые отдыхаем вот так вот на оке. Достаточно. Прикольно. Вот. Вот сюда вот люди приходят, что-то здесь смотрят. Не знаю, что здесь им надо. Здесь особо даже не посидишь. Ничего. Ну, если только удочку покидаешь. И, по сути, все. Вон туда, видите? Уходит вода. А что там, непонятно. И вон на той стороне отдыхают люди. Вон там с палаточками стоят. Класс! Вообще класс! Надо стараться выбираться как можно чаще. Даже если работаешь вот 5-2, выбирайтесь, ребятки. Видите, мы сами что-то как-то приунылись со своей машиной, с ремонтом. Вот. И особо никуда не ездим не добираемся. Хотя вот так вот с палаткой выехать всегда можно. Знаете, что вокруг вас в радиусе, там, не знаю, 50-100 километров есть действительно классные места, которые точно стоит посетить. Но заночевать вот с таким видом, проснуться, сейчас закат будет в ту сторону у нас, вот рассвет будет там, ну да ладно, попроснёмся вот с таким видом. Вообще просто пушка. На нашу сторону пришло солнце и все принялись загорать. Смотрите, какая красота и коврик вот прям вообще кстати, вот прям мягкий. Как нужно, как мы любим. Сейчас буквально еще, наверное, я не знаю, там, может быть час солнца передвинется и весь наш лагерь уже будет полностью солнечный. Что, конечно, тоже хорошо. Самый солнцепёк в любом случае прошел, потому что время уже полпятого. То есть, я говорю, у нас сегодня из палатки будет прекраснейший закат вот куда-то, куда-то вот сюда, наверное. Настолько жарко, мы в мяч играем и все, и поплыли. Я говорю, давай искупнемся все-таки, попробуем зайти в воду. Я не знаю, насколько это нормальная история. Ой-ой-ой-ой-ой, слушайте, ну, конечно, глина скользко, не, надо меня с берега снимать. Ну-ка, держи, а то вдруг я щас утону. Давай, пап. Ракушки, а вот такие вот, да? Вот такие прям крупные? Молюсики, ага. Ракушки. Опа, вот эта краска. Я тоже хочу. Нету. Она прям холодная. Да? Да. Она холодная. Я хочу уедеть, я ввали в ляпку. Знаешь как, Настен, она свежающая. Как в водопаде? Пап, я к тебе. Родик, ну плыви ко мне, говорю, и все, давай, все, упал. Родик, мельче. Я бы надо что-то пазы хочу. Мы все накупались, точнее искупались, но не накупались. Настенку отправили переодеваться. Она сейчас быстро переодевается и тоже заныривает. Дно прекрасно. Слушайте, я хочу сказать, что это вообще прям топ-место. Но мальчишки накупались, сохнут. Мирошка покупался, блин. Короче, место реально огонь. Один минус в том, что всегда на речке купаются, чтобы же здесь слепни, которые кусаются, более осыплены. Да, потом прилетают слепни, начинают кусать. Пойдем. Я вас с собой взял и насенку берем с собой. Как по-другому-то? Давай, 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 заходи. Холодная. Ну, конечно, холодная, я говорю, но прям освежающая. Не то слово, она ледяная вообще. Просто ледяная. Она реально ледяная. А ты можешь вообще плавать? Ну, супер вообще. Мы готовимся к вечернему костру. Я относился к гирдовой костер сделаем. Но сначала мы пожарим ужин, сосиски. Такие вкуснейшие. Так, покажу, какие будут. Во, вот такие вот я взял для жарки на костре. Таких три пачки. У нас почти килограмм этих сосисок. Надо еще будет помыть огурчики, помидорчики. У нас, кстати, здесь еще яблоки есть. И, по-моему, есть еще сливы. О, а, это персики есть еще. Где-то сливы были. О, сливы. Я же говорю, были. В общем, ничем мы так холодильник нормально затарили. На несколько дней. Да? На несколько дней персиками и сливами? Да. Вегетарианцы, что ли? Фруктоеды. Ой, молодежь кайфует. На солнышке там. Вы всю пачку съели? Да, у нас минус один. Солнышко пригрело. Вот так вот. Да, Тёма? Хотя, Тёмка тоже солнышко раскумарила. Я еще кулачу, тёше. А у меня нету. Да, есть. Нету. Нету. Класс. Все у нас дело к вечеру. Почти 7 вечера. Я думаю, что нужно все убрать. И насыпать угольки. Угольки, чикс. Папа, шелк. Папа, шелк. Папа, шелк. Папа, шелк. Папа, шелк. Да, на самом деле, для того, чтобы пожарить сосиски, много-то углей и вообще не надо. Для розжига, конечно, лучше всего использовать не жидкий розжиг, а вот такую, как бы, горелочку. Быстро, удобно, без каких-либо запахов. Красота. Подрастает поколение помощников. Сейчас овощи помоем и будем уже бросать сосиски на мангал. Решили салат не делать, сделаем просто нарезку, вот так удобнее. Да, сынок? Да. О, три пачки, как говорил уже ранее. Ой, ну вкуснота, видимо, будет. Ну, видимо, но. Как и гвядина. Но, гвядина вроде. Надеюсь, что это так. Блин, сорян, кто смотрит «Голодный выпуск», да? Ну, по-другому никак. Смотрите, все. Первая сторона. Прямо аж как будто бы даже загорела, мне кажется. Им, видите, им много не надо. Но оно еще и... Я говорю, здесь хватило бы трех углей вообще просто их пожарить. Все, пап, наверное, я думаю, что они не переголели. Ну и кайф, а? Да нет, еще-то что? Дым еще. Парни жарят хлеб, потому что все. Сосиски-то уже, смотрите, все. Готово. О, лепехи. Все, хлеб уничтожаем. Мы просто мало купили хлеба и начали переживать по этому поводу. Ух, садимся. Вкуснота. Смотрите, видите, дым. Это все от нас. Ты смотри, там очень сильный жар, чтобы не сгорело. Мирошка самостоятельно себе наложил на тарелку, пожарил себе хлеб. Сосиску взял, положил себе огурчик. Вот такая вот у нас здесь поляна, друзья мои. Нитвора жарит хлеб. Смотри, чтобы такой не сгорел, пацаны. У меня не горит, я все в меру переворачиваю. Супер, супер, давайте, давайте. Чайок. Ой, благодарю. После ужина теперь дело за малым, надо помыть посуду. Вот это у нас тут соль просыпалась конкретно. В общем, мы используем вот такую вот складную раковину. Это у нас новенькая, старая, уже очень сильно устала. Вообще идеально сюда просто набрал немножко воды, помыл, а потом начинаешь споласкивать, открываешь вот эту пробку, вот, и вода уходит. Короче, вот такая штука тоже топ. Кому надо, заказывайте. Ну, я думаю, вы все знаете, где это заказывать. Эх, мы забыли губку. Это плохо. Это очень плохо. Какой у нас офигительный, потрясающий закат. Слушайте, самое что интересно, представляете, вот днем там один-два комара, наверное, прилетело. Сейчас на закате вообще нет комаров. И вот такое наслаждение, не дергаешься, никого не хлопаешь. Невероятно, этого прям не хватало на самом деле. Класс. Я не знаю, может сейчас солнце зайдет, комары будут, но посмотрим. Но отличительная история. Вроде как бы сырая, и воды много в оке, и все равно трава влажная, и лесочек такой рядом. Ну, а тем не менее, комаров нет. Это... Пойдемте, я вам еще похожу наши хоромы. Ну, глядите, какой прекрасный вид. Офигенно. Еще хочу показать. У нас есть вот такой вот насос. Он надувает и сдувает. А еще у него есть вот такая вот функция фонарика. Вот, он светится. Видите, как ярко. Потише, поспокойней. Видите? И его, собственно, очень круто использовать как раз в палатке. Вот так вот подвесил. И все, и в палатке будет достаточно светло. Ну, если свет нужен. Смотрите, как у нас красота. Закат. У нас начался вечерний просмотр фильма. Потом будем ложиться спать. Вот. Решили, кстати, мы еще на ночь нафиг все убрать. Вот, чтобы ничего не скоммуниздили. А то такие случаи бывают. Вот, уберем стол, оставим. И все, соответственно, только палатку и туалет. Вот, себя уберем в палатку. Все, друзья, мы смотрим фильм. Увидимся утром. Не переключаемся. Ведь утром мы едем завтраками. Быстро едем на Сироповские Мальдивы. Спокойной ночи. Утренняя красота. Впечатление от сегодняшней ночи. Следующее. Где-то вот в этих местах играла музыка, как сумасшедший. До двух ночи. Я вообще не понимаю этого прикола. Зачем так громко слушать музыку? Ладно, днем. Но нафига ночью? В общем, до двух они как следует слушали музончик. Фух. А потом уже все было хорошо. Потом мы уже спали, как убитые. Утром приезжали рыбаки, рыбачили. Ну, вот, собственно, всю ночь, по сути, мы провели одни. Только немножко музыки. Выспался? Красота. Палатка покрылась росой. Ой, как. Нет, в принципе, не сильно. Она больше, наверное, от нас с той стороны покрылась капельками. Потому что нас много. В общем, сейчас быстро мы завтракаем, собираем лагерь и поедем на Серпуховские Мальдивы. На завтрак у нас яйки. Мы решили просто отварить. Сначала думали жарить, потом поняли, что не охота. У нас еще куча мистичков в холодосе. Вот так вот. Так, надо эти щетки доставать в портфеле. А где эта разжигалка-то? Нарезайте. Так, у нас где-то здесь колбасень. Вот она. Кабачковая икорка. Сырочек. О, яйца закипели, это радует. Ну вот и все, собрались. Ломать не строить. Поехали. Ехали мы ехали и снова уперлись. В эту реконструкцию на мосту. Ехать нам до Мальдив буквально там 30 километров, а пишет больше часа. Все из-за вот этой пробки и дальше еще будет железнодорожный переезд. Все бы ничего, но вот так вот все это выглядит. Вот такой вот подъезд сюда. И вот такая вот здесь пробка. Здесь нужно прямо на обочине оставлять машину. И топать ножками. Ну что делать? Ну да. Ты же хочешь на Мальдивы, правильно? Ну вообще да. Ну вот. Поэтому идем ножками. Топаем ножками. Мне кажется, там капец. За нами сколько машин. И сколько машин впереди. Просто трындец. Самый кайф это то, что как-то можно вон там вот по лесу проехать, проехать нам охранник сказал. И вот, пожалуйста, вот сюда вот приехать отдыхать с палаткой. И у тебя рядом прям инфраструктура. Смотрите, белый песочек. Правда, людей тьма. А людей тьма, пресная вода. Ну, сомнительное удовольствие на самом деле. Но учитывая, что у нас рядом такая локация, поэтому мы решили посетить. Если вы думали, что на Мальдивы можно только прилететь, я вам скажу, что мы приехали на Мальдивы на своей машине. Добро пожаловать в Сирпуховские Мальдивы. Ну вот, коротко, сколько народу. Трындец. Дальше вглубь вообще не пойдем. Нафиг это не надо. Да. Уж. Надеюсь, краешку покупаемся. Завезли сюда. Идеально белый песок, собственно, поэтому и крымские Мальдивы. Ему осталось еще это, как на Пхукете, щипеть, ворчать. Смотрите, что творится за моей спиной. Просто. И это еще не разгар. Это на самом деле не Мальдивы, это немножечко Анапа. Офигеть вообще. Ну да ладно. Мы быстро купаемся. Едем домой. Блин, офигенные локации сделали. Путешествуйте с Альфа-банком. Выбирайте, куда лететь в сервисе Альфа-тревел. И получайте супер-кэшбэк на авиабилеты до 30%. Покупайте с выгодой в приложении банка или на сайте Альфа-тревел. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Песочек-то мальдивский, а водичка-то ни разу. Хи-хи-хи. Вот, фотка, вот, приходит. Ой, да, фоткай. Вончик, вот, фотки, приходи. Давайте. Холодник. Вообще освежающий, ага. Ой, кайф. Ну, красота. Она освежает. Во, все, мне по шейку. Так. Что здесь есть? Можно, кстати, и с этой стороны подъехать, а можно еще и с той. Я там вижу тоже большую парковку. О, гидрики есть, катера есть, волейбольная площадка есть. Ну, слушайте, обустроили круто. Мне нравится. А еще есть течение, которое меня куда-то сносит. Расслабился и плыл по течению наискосок. Теперь пешком иду. Жесть. Утроник? Здесь, вот видите, есть все такое, типа, озеро сделали, отсыпали, получается, песок, фонтанчик. И вот там вот можно окунуться. Это забавно. Кстати, есть спасатели, тоже очень важно. Но людей тьма. Ну, вот и все. Чудненький наш отдых из дикарей превратился в Мальдивы. Мне кажется, класс. В общем, ребятки, мы оставим локации вот этого пляжа и там, где мы ночевали. Но в нашем телеграм-канале. Вот, поэтому переходите, подписывайтесь. Там будет пост. Ну, а мы с вами прощаемся. До нового выпуска. Бай-бай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok